Очень хорошая тема, ты упомянул родительское благословение. Давайте отцовское благословение. Это означает, что отец признал в сыне взрослого мужчину, но не безусловно, а по факту достижения. По факту его достижений отец признает, что он таким образом впускает в круг мужчин. Отчасти, немножко даже карикатурно, но в этом есть свой смысл. Точно так, как какой-то сертификат, который выдается, например, по окончании обучения, ты обучаешь психологии или какой-то неорганической химии, потом тебе выдается сертификат, кем ты являешься. И союз профессоров мужчин и женщин торжественно тебе выдают сертификат. Впускание в мужской мир, в мир мужчин благословения отца, когда по факту, не безусловно, а по факту твоей реализации достижений. Папа говорит, сынок, я вижу, что ты нашел себя на своем месте просто очень классно. Я вижу, что в этом что-то мое было, но большая часть это твоего. Я рад, что ты нашел, реализовал качество. Не свадьба, вот здесь мы подчеркиваем, а факт реализации в социуме себя, что человек на своем месте и зарабатывает деньги тем, в чем определился, как в своей специальности. Вот, то есть на своем месте. Раз папа видит, о, сынок, да, нормально. Между тем, как я ушел из родительского дома и тем, как мои родители признали, что я правильно избрал направление жизни, прошло 5-7 лет такой сепарации. Когда папе был непонятен мой выбор, а мама была очень расстроена. Но потом они приехали и сказали, сынок, мы видим, сколько вокруг тебя людей, мы видим, что ты делаешь ценное дело, мы радуемся твоим успехам каждый раз, и мы сожалеем, что в свое время тебя не поддержали в этом. Вот это было очень сильным таким благословением. Но если поддержки явной не получается, мужская смелость и вообще смелость человеческая сепарироваться от ожиданий родителей и идти одному дальше, это благословение ты можешь получить впоследствии, ты можешь его и не получить. Это не принципиально, не важно. Важно, что ты оставил отца и мать и пошел по зову своего сердца. Самые сложные родители, скажу вам, большое утешение. Это очень любящие, очень принимающие. Если все родители додали, и папа, и мама, и все дообняли, и благословили, и еда была, и все поездки были, и по миру попутешествовали, ребенку очень страшно уходить в мир, где существует зарабатывать, ответственность, конкуренция, поэтому не всегда идеальные родители могут быть благословением. Более того, они же меня охраняют и любят таким образом, ну, как бы иногда боясь, что я уйду. Ну, как мама и папа, никто тебя любить в этой жизни не будет. Вот, поэтому вот этот разрыв, сепарация психологическая, разочаровать маму и папу в себе, и то, что я ушел, и иногда вот такой разрыв, если мы говорим, в большей степени мамы не отпускают, это год. Год объяснить маме, что я звонить, писать не буду. Вот у меня своя жизнь, мне надо ее обустроить. Как вообще организовать осознанное отделение от родителей, да, сепарацию? Эмоционально, не, смотри, так сначала, территориально, финансово, эмоционально, и еще как-то, короче, 4 пункта у меня, я насчитал. Вот, это когда я съезжаю от, из родительского дома, и, ой, сыночек, есть такие мамы гипер, 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 гипер. Ой, а куда ты переехал? А в каком районе? А в какое метро? Ой, а у тебя там занавесочки-то есть? Вот, а вот я еще вот варенье как раз очень хорошее сегодня, вот, вот, как раз тут сваренье, хочу привезти. Вот как только мама, ты думаешь, ты съехал, ты свободный, как только мама приехала, чтобы повесить занавесочки и застолбить варенье, все, ничего, то есть, пуповина не разорвалась, чтобы мама даже и представление имела. У меня очень хорошо, так, видишь, я к кому оперировать, к себе только. После армии я месяц пожил в доме родителей и поехал в Киево-Печерскую лавру, и полностью там жил. Ну, мама моя и папа совершенно нерелигиозные люди, они вообще даже как бы и не понимали, и не знали этого. Маме был огромный шок, говорит, кто для тебя дороже, я или Бог? Я говорю, конечно, Бог. Мама в слезы, эта боль, разочарование, необходимо было, чтобы я состоялся. И тогда, я помню, еще не было мобильных телефонов, проводные звонки были, и там за деньги каждый раз, нужно было за каждый звоночек платить, это было междугородное. Вот, я где-то раз в три-четыре месяца мог позвонить, поговорить и все. Но я понимаю, что с сепарацией у меня норм вышло, и поэтому имею право учить от сепарации и давать разрешение у кого нет, сделать маме больно. Разочек. Что значит сделать маме больно? Это значит сказать ей, что она справилась как мама, и что ее работа как мамы закончена. Вот, пока еще вот она, ну, есть некоторые контроли, как у тебя там, а я приеду посмотрю, и вот мама приезжает, сын уже там женат и так далее, она смотрит, что не на тех местах все стоит. Вот тут она начинает разрушать жизнь, потому что мама знает, как надо. А что с обидами на родителей, да, когда ребенок как будто бы вырос, как будто он внешне отделился, но при этом он остается в позиции ребенка, по отношению к папе и к маме, психологически, да, как эта проблема решает. Давай смотреть на обиды от родителей. Значит, категорически и принципиально. Вот кто с тем, что я скажу, проявит хоть малейшее несогласие, я вас сразу удаляю с этого семинара. Я буду говорить жестокие вещи категорически. Кто дерзнет практиковать прощение родителей? Это бред. Ну, то есть, это люди бредят, и они нарушают вообще системные законы Вселенной. Родителей прощать не нужно. Обида на родителей – это пожизненное застревание в позиции ребенка. Простить можно только того, ну, кто меньше тебя. Если ты думаешь, что у тебя там папа, который или мама в чем-то виноваты, у тебя инфантильное извращенное сознание мозгов. Тебе надоложится психиатрическую лечебницу уже на полгодика, чтобы тебе там вправили мозги. Вот. Санитары. Током. Да. Или током, электрическим стулом, электрошоком, чем угодно. То есть, родители все сделали правильно. Они так в одну ночь страстно любили друг друга, что мы здесь оказались. Клеточки, жизнь. Бог ответил на это саитие двух клеточек. Благословение, что там оказалась живая душа. Она развернулась. Мы здесь. Все, что между нашими папой и мамой, и нас не касается. Мы можем это видеть, отмечать, анализировать, ну, как феномен, а не с позиции правильно-неправильно. Ну, там где-то мама там твердая, где-то папа тиран. Ну, вот я смотрю, ну, нет, это я у папы не беру. То есть, спокойное рассуждение. Но, как только вам какая-нибудь психологиня или психолог, или кто-то скажет, что прощать родителей надо, надо простить своих родителей, они извращенцы. Им просто эти психологини, просто вот как Собчак Жириновскому, стакан воды вот так плеснуть, чтобы они проснулись. Прощать родителей категорически не нужно и нельзя. Родители, все сделай правильно. Но, как люди, они были людьми, слава Богу. Они в чем-то несовершенны. И, кстати, если папа ушел от мамы, и ребенок воспитывался без отца, если ребенок, ну, вот сейчас, психически здоровый и зрелый, он может из этого взять благословение. Ну, то есть, по какой-то причине расставаться можно. Брак, супружеские отношения, это не тюрьма пожизненная, с пожизненным заключением. Если не сошлось, и они по какой-то причине расстались, вот без анализа деталей, это тоже благословение. Венчание, я тебе хочу сказать, как человек, который обвенчал огромное количество пар, это формальный ритуал. Людей, которые венчались с глубоким пониманием текстов, смыслов, ну, я таких пары три только за всю жизнь повенчал. А всем нужен там этот формальный ритуал, как будто это что-то скрепляет. Это обычный инициатор венчания. Это женщина чего-то. Если ребенок шелковый при женщине, она его, ну, он удобный, она им пользуется, она с ним качает вот эти колеса любви, когда двое не спят, и там качают колеса любви. Когда он тиран, если у нее позиция жертвы, это вообще идеальная пара, то есть, бьет, значит, любит. Вот. При этом, каждая девочка тоже заложница своего семейного сценария. Выводить женщину, ну, на, на, если, например, даже у нее какие-то раны или, может, комплекс мамочки, вот, на вот эту осознанную позицию. И в этом есть формирование мужчины, когда я понимаю себя. А что, что папа может передать? Смотрите, большинство отцов, они, ну, большая часть, больше половинки, они такие природные мужики. Чтобы мне передать секреты общения с женщиной, мне нужно быть осознанным к своей сексуальности и к своей социальности, раз. То есть, есть женщины для секса офигенные, а для семейной жизни не подходят. Есть женщины, которые для семейной жизни хорошие, а в сексе, ну, вот так вот. А вот какой брать-то? Понимаешь? Поэтому я должен быть осознанным к своей сексуальности, как у меня функционирует, к своей социальности для глубоких и долгосрочных отношений. То есть, как это все складывается. То есть, смотрю по эмоциям, есть ли уважение моих чувств и интересов с ее стороны, есть ли мое уважение к ее чувствам и интересам и инаковости. Она, как девочка, может и не интересоваться тем, что интересно мне. Вот. То есть, могу ли я уважать, не обесценивать. Есть женщины, например, увлекаются йогой или психологией. Мужики говорят, ну, что, опять своей фигней пошла заниматься. Как она чувствует себя? Вот. И в этом смысле передать секреты взаимодействия можно, если папа сам достаточно, ну, осознавал функцию философа, там, осознающего. Смотрите, авторы большинства психологических школ, они же, это же мужчины. То есть, это мужская функция осознать, как вот это работает, как вот это, как вот это, и как мне вот с этой многомерностью в женщине построить контакты долгосрочные. Иногда только заштырило, там, эмоционально или сексуально, и раз, мозги сюда вот ушли, ушла вся ментальная конструкция. Поэтому передать секреты взаимодействия женщинам, ну, как сказать, причем передача, прямая передача, это из глаз в глаза. Это не слова, сказанные на ютубе, а сказанные лично тебе. Вот, если я лично тебе говорю, это прямая передача. От фигуры, которая для тебя очень надо. Да, и которая резонирует на тебя. Вот, я недавно совсем, не очень хороший мой ученик, и такой сердечный сын звонит, вот, и рассказывает о своих каких-то ну, сложностях начавшихся с его женщиной, которую он взял, с которой вроде любовь, но более-менее складывается чего-то такое. Вот, и в одном очень принципиальном вопросе, я не буду сейчас это в детализацию идти, я говорю, слушай, вот, она от тебя скоро уйдет, потому что интерес женщины, это, чтобы был дом и пространство, вы ведете кочевой образ жизни. Ты в одном месте поживешь, в другом, в третьем, туда поехал, а женщина ездит за тобой, ну, она, ей нужен дом. Если нет у женщины дома пространства, если вы с квартирой на квартиру или такие пожизненные путешествия, ну, как бы, она не может заземлиться, она не может купить тарелочки, которые надо, диванчик, который хочется и так далее, и он тогда, а что делать-то? Я говорю, смотрите, она снимает квартиру, ты снимаешь квартиру, выкачуете где-то там, ну, что делать? Договаривайся с квартирантами, с этими, которые там у тебя, вот, и пускай, завершай контракт и возвращайтесь, и вот, даже если вы много путешествуете, куда вам вернуться, вам некуда вернуться домой, возвращайтесь сюда и будьте, что ты думаешь? Говорит, ну, вот, ты, ты, говорит, это говоришь, ну, как будто бы, ну, мне важно, я говорю, ты знаешь что, расскажи ей наш с тобой разговор и смотри на нее, что с ней будет происходить. Сутки не прошло, и он мне звонит, не прошло суток, и говорит, я поговорил, и между нами такая какая-то любовь разлилась, очень сильная, определенная, что, что, типа, раз, и вот, в этом смысле, я говорю, вот дух сыновства, понимаешь? Вот, то есть, когда вот отец из любви лично, я же не по ютубу ему говорил это все, говорит из заботы, из любви, но в его, как бы, карту и планы это не входит, он берет и делает, и не так, что он проломился, а взял, проанализировал, исполнил, получилось, и вот, вот, понимаешь, и если такой человек, вот я ему, не помню, два-три раза, говорил, что делать конкретно в жизни, но мы с ним знакомы уже где-то лет 10, но если вот такой контакт есть, ну, просто это, не важно, сколько, условно говоря, советов, или директивных установок ты берешь, важно, что у тебя есть такой человек, которому позвонишь, спросишь, как, и ты послушаешь, исполнишь, вот если есть кому позвонить и поделиться своим сложным, трудным, все, дух сыновства реализован. Дорогие друзья, здесь, в центре «Отчий дом» мы говорим на самые разные темы, и то, что вы видите на моем YouTube-канале, это всего лишь маленькая часть поднимаемых нами тем, если в вашем сердце, в вашей душе есть потребность сердечно, глубоко, искренне поговорить о том, что волнует вас, приезжайте к нам, мы не только поговорим с вами, но, возможно, даже запишем интересный видосик, как нам добраться, где мы расположены, в каком месте Вселенной находится это замечательное пространство «Отчий дом» в описании под этим видео, и спасибо, что досмотрели до конца. «Отчий дом»